Рекомендую посетить канал начинающего ютубера МакФайера. Канал новый, но на нем уже большое количество роликов. И выходят они регулярно. Вас ждут обзоры на пушки, скилловые моменты и конкурсы. Ссылка на канал в описании, заходи, посмотри и подписывайся. Всем привет, с вами Юник. И сегодня я вновь буду крутить коробки удач, буду пробовать свое везение в реале, буду тратить кредиты. Правда, опять они не мои, но все же кредиты есть в большом количестве. Я ему уже крутил в предыдущем видео донат, выбил их аж целых 4 штуки, там, по-моему, с 5000 кредитов. Вот, сегодня у него кредитов побольше и запросы у него таковые. Он попросил выбить ему Ремингтон снайперку, Ремингтон что-то там. Я, честно говоря, до сих пор не запомнил и попросил выбить ему дробовичок Fabarm12STF Compact. Вроде так он называется. Планирую, я не знаю, хотя бы не больше 3000 кредитов на каждую пушку слить, потому что, ну, пушки реально, как по мне, ни о чем. Они нужны, мне кажется, ему просто для коллекции, потому что их убирают. А не знаю, когда это видео выйдет, но думаю, не на следующий день после ее записи, потому что чуть-чуть другие планы сейчас на выпуск роликов. Вот этот видос, наверное, затянется чуть-чуть, но покрутить Ремингтон в его отсутствии тоже, тоже, тоже круто. Но это для вас так будет. Попробуем сейчас крутануть Фабарму, 5 коробок, как в 15 мы крутанули, с пушкой не выпало. Сейчас попробуем покрутить Фабарму, потом опять вернемся на снайперку. А пушки, честно говоря, вот мне не нравятся, как уже я сказал, что дробовик, что снайперка. Ну, просто потому что дробовик не ваншотит, у меня есть обзор на золотую версию, где проходят дикие не ваншоты, как будто дробовик меня троллит, он оставляет там полупроцента ХП практически постоянно. И от этого у меня жестко пригорает, как по мне, вот этот дробовик, именно золотой вариант. Ну, реально убогий, как бы меня кто не обзывал сейчас после этих слов, но дробовик говно. Мне он вообще жестко не понравился, не знаю, как обычно. Обычно вроде бы ничего такой на ПТС был, но я с ним играл только на ПТС с золотым, уже на основе, соответственно. И, ну, реально дробовик мне вообще не понравился. Что по поводу снайперки, тут ситуация аналогичная, то есть полуавтоматическая снайперская винтовка, которая не ваншотит очень часто, а создана, мне кажется, она в большей степени для ПВЕ. Потому что, ну, на ПВП не всегда кайфово играть, тут рулят болтовки, ну, или, допустим, та же калика САС-50. То есть среди всех снайперских винтовок, которые у нас были за коробки удач, то есть САС-ка, калика, там болтовки, мне кажется, это самая слабая снайперка вообще среди всех. Ну, потому что, во-первых, это полуавтомат, с полуавтоматом у нас в игре мало кто играет. И, ну, она реально проигрывает по своим характеристикам, в принципе, вы их видите на экране, это золотая версия, вот, обычная. Не скажу, что она сильно хуже, чем золотая, но даже золотая, как по мне, ну, чисто визуально, да, набить нашивку круто, но чтобы играть постоянно с ней как-то, чувствуя себя сколовиком, то это, безусловно, нет. Крутятся у нас коробочки, они чуть-чуть подвисают, я чую, но... Нет, на три часа выпадает, пока что пушка не хочет дропаться, слили мы уже 3000 кредитов, да, даже чуть больше, выпало она нам в сумме на сутки. Думаю, он это не оценит, ему нужна она всегда, мы будем пробовать тянуть ее. Потом попробуем, если что, дробовичок, потому что не знаю, сколько... О, дропнулось, отлично, снайперка Ремингтона Р-11, Р-11, просто САС, навсегда. Ну, вот, в общем, смотрите, почему я ее не люблю, из-за ее отдачи. Вы видите, да, насколько сильно подбрасывает пушку, это не я трясу мышкой, если вдруг кто-то не знает, это реально у нее такой отброс, разброс, я не знаю, как... Ствол подкидывает вверх после каждого патрона, жестко если стрелять, как-то полуфазум, я не знаю, как этот стиль называется, режим, что ли, стрельбы, то что-то у меня не совсем получается, честно говоря. Ну, тут более-менее, то есть, после каждого выстрела выходить из прицела, да, так можно, как и из ДСА, в принципе. Как помню, даже ДСА лучше, чем она, ну, не знаю, конечно, дело каждого. Так, давайте теперь попробуем дробовик. Дробовик, где он дробовик-то? Ремингтон. А, Фабарм, то есть Фабарм. Вот он, Фабарм, СТФ-12 компакт. Сейчас на него, я думаю, тоже не больше тысяч трех сольем, может быть, чуть раньше дропнется, посмотрим. И он попросил еще на остаток слить их на золотую эмочку, чтобы она выпала ему в надежде, потому что, о, в первых пяти. Правда, мы уже крутили до этого, но, я думаю, считается с первых пяти, в принципе, неплохо, тоже отлично. Адробаш нам выдался куда удачнее по затратам, то есть выпал он быстрее, и это крутое, так, где она всегда мне на время не нужна. Вот на самом низу, я не знаю, как система расположена по раскидыванию пушек на складе, но мне кажется, она немножко недоработанная и не работает у бога. Дробовик неплохой, но, как я уже сказал, очень часто и не ваншоты меня, раздражает мне лучше играть с тем же Сиксом, Фабармом, да тот же Килтек, как по мне, на голову выше данного дробовика. Опять же, у меня очень специфический вкус отношению доната. Я тут, в общем, поразмыслил и решил то, что я попробую ему выбить что-нибудь еще из магмы. Ну, потому что магму тоже убирают, а у него из основных пушек ничего нету. Попробуем покрутить АХ, потому что, ну, на снайперке что-то как-то нам сегодня не повезло. Может быть, на АХ отыграемся. Посмотрим, в общем, попробуем хотя бы тысяч до пяти слить и там уже будем остальное сливать на золотую М-ку. В надежде ее выбить, конечно же, потому что без надежды тут, как говорится, никуда. Характеристики у нее такие же, абсолютно только внешний вид изменяется. Так, 4 барата. 4 барата это, конечно же, для кого-то хорошо, хотя она у него уже больше, чем на месяц. И сомневаюсь в том, что он вообще с ней играет, потому что, ну, снайперка реально ни о чем. Мне она никогда не нравилась. Выпала. Выпала АХ очень быстро, с 15 коробок. Ну что ж, теперь пришло время тратить все, все свои остатки на золотую М-ку, что, собственно, я сейчас и буду делать. Крутятся-крутятся последние кредиты. Нет, нам не выпала даже обычная. В общем, выбили мы ему снайперский Ремингтон, потом, потом, потом. Скупил я скин все-таки на М-очку, потому что он хотел золотую, и я решил то, что скин OpenCup'а на обычную как-то окупится. И выбили ему бар СТФ-12 компакт. То есть, в сумме мы выбили еще АХ-308, получается, 3 доната. Ну и плюс еще приобрел ему скин. Если бы, конечно, я не крутил золотую М-ку, а крутил что-нибудь другое, то, я думаю, выбили мы доната в 5 ему. Ну, и думаю, с 3-10 тысяч по 3 тысячи на каждый, грубо говоря, тоже неплохо. Ну, а на этом все. Всем желаю удачи в выбивании доната. Выбейте желательно побыстрее, чем я, чтобы вам все падало с 5-10. Ну, а на этом все. Всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Уник. Всем пока.